Привет, мои сладкие, привет, мои хорошие тегеретки! Сегодня с вами снова я, Тегер Натя. Хочу сделать небольшой обзор вот на такой вот набор почтовых открыток. Он называется Эрмитаж, шедевр и живописи. Здесь у нас 16 открыток. Это репродукции знаменитых картин. Такой набор стоит 128 рублей на лабиринте. Но я покупала его по скидке в магазине MyShop. Здесь вот такая вот коробочка представлена. Здесь у нас идёт перечень фотографов, также разная техническая информация. Выпишена у нас была в России издательство Арка, 16-й год. То есть они совершенно свежие. Итак, вот такие вот почтовые открыточки 10х15. У них очень-очень качественный картон, как хорошая фотобумага. И я бы не сказала, что это глянцевое по карте, оно матовое, следов не оставляет. И очень качественная, яркая картинка здесь изображена. Оборот у нас представлен тоже в белом цвете. Здесь у нас описание идёт на двух языках, на английском и русском. Написан автор, также название картины и примерный год и страна. Также у нас здесь опять же техническая информация идёт. Какого кода выпуска, какое издательство, а также как называется коллекция. И также идёт посередине разделитель, где также написано издательство. Сделано в России. Штрих-код такой, просто даже без номера. Здесь вы можете написать адрес получателя. Здесь вы можете написать адрес получателя. Здесь можно наклеить марку. А также здесь небольшое поле для вашего письма. Тому человеку, которому вы будете отправлять открытку. Также давайте посмотрим, какие здесь у нас представлены картины. Итак, давайте посмотрим, какие здесь представлены картины. Очень красивая картина. Если я не ошибаюсь, это у нас Саньяк. Да. О, тоже очень прекрасная картина. Очень такая атмосферная. Немного грустная. Моная. Тоже немножко атмосферная, грустная картина. Беланхольная, я бы даже сказала. Это у нас Писаро. Вот такая вот картина. Попробуйте угадать, кто это. Конечно же, это у нас Гоген. Но думаю, это будет совсем просто отгадать. Очень люблю эту картину. Это у нас Ван Гог. Невероятно прекрасная картина. Абсолютно живая. Даже, я бы сказала, немного сюрреалистичная. Потому что, когда смотришь на неё, и будто бы тебя уносят в эту картину. Ей кажется, будто эта женщина сейчас что-нибудь скажет, или ты услышишь её вздох. Это у нас Гейнсбора. Тоже невероятно красивая картина. Напоминает батик, но это масло, конечно же. И очень-очень сильно напоминает разную русскую роспись на подносах. Но нет. Это у нас Ян Ван Хейсун. Кстати, я, к сожалению, совершенно не знакома с авторством этого художника. Но вот первая открыточка у меня такая вот картина. Тоже очень сильно нравится мне. Это у нас Рембрандт. Возвращение блудного сына. Прекрасная картина. Я думаю, очень много чувств вызывает. И не всегда положительных, потому что здесь, на самом деле, грустное изображение. Но как-то вот так вот. Нравится очень. Одна из самых знаменитых картин «Да Винчи». Мадонна с младенцем. Тоже очень трогательная и очень важная картина в истории искусства. Ещё одна картина «Да Винчи». Прекрасная картина. Просто прекрасная. Если честно, к моему стыду я подумала, что это Айвазовский. Но нет. Это у нас каналетто. Вообще итальянская картина. Просто по оттенкам как-то разом сразу подумал про море Айвазовского. А здесь у нас небо изображено. И когда смотришь на архитектуру, понимаешь, что это совершенно не русские земли, а Венеция, если я не ошибаюсь. Да. Приём французского посла Венеции. Так что вот такая вот картина. Ещё один портрет. Очень красивая женщина, я считаю. Это у нас Рубенс. Вот такой вот портрет, наверное. Или же просто изображение мальчика с собакой. Так называется эта картина. Это у нас Мурильо. Испания. Очень тоже позитивная картинка. Такая мальчик улыбается. И тоже вызывает улыбку. Далее идёт у нас изображение Фридриха. Да. Парусник. Очень тоже атмосферная картинка. Я бы сказала, что здесь все атмосферные. Каждое по-своему. Где-то грустно, где-то весело. Разные чувства вызывают. Такая вот картина. Очень красивая. Я думаю, она была бы прекрасна для интерьера окон и дверей. Когда на стекле мозаику выкладывают. Вот. Очень красиво было. Это у нас Кандинский. Это у нас, кажется, зимний пейзаж. Да, зимний пейзаж. Хотя летние такие краски. Розовый, жёлтый. Ну и, конечно же, Лукас Крянах. Очень тоже красивое изображение Мадонны с младенцем. Так интересно наблюдать за тем, как художники совершенно раосно изображали Мадонну. Вроде бы одна и та же женщина, да. И, видимо, где-то были её портреты, с которых, может быть, они писали. Или же у них было общее представление. Но женщины, в итоге, у них получались очень-очень похожие. Единственное, что у Доминчи более такая рыжая, огненная. А здесь более медная. Немножко такой врусый даже уходит. Мальчик также по-разному выглядит. Я бы сказала, прям совсем по-разному. Здесь кудрявенький, а тут ещё нет. Так что вот такой вот набор открыток. Я думаю, для почтовых друзей это просто будет невероятный подарок. Потому что мне было бы самой очень приятно получить такие открытки в подарок. Они очень качественные, очень красивые. И здесь изображены исторические картины, да, репродукции, которые, на самом деле, имеют очень большую цену и значение для души, для сердца, да. Так что, такие вот дела. Надеюсь, вам понравилось. Постараюсь оставить ссылку внизу, где можно заказать хотя бы с какого-нибудь магазина. Либо с разных магазинов просто оставлю, и каждый будет для себя удобной. Вот. Всех люблю целую, обнимаю. До новых встреч. Пока-пока. Продолжение следует...